С хамством нужно бороться у себя на родине. Автовладельцам, паркующимся на газонах, могут запретить выезд из страны. Подробности в репортаже нашего корреспондента Елены Козловой. Такие сорняки выкорчевываются особенно тяжело, потому что их корни берут свое начало в непорядочности, в неуважении, да попросту говоря в хамском отношении ко всему и ко всем. И тем не менее сорняками пристало бороться, ибо они имеют склонность молниеносно разрастаться, заполняя собой все вокруг. В Подмосковье прошла акция, целью которой стала борьба с нерадивыми владельцами автомобилей, которые паркуются не только на бордюрах и тротуарах, но и буквально пасут своих железных коней на клумбах и зеленых газонах. В нашем городе наиболее нетерпимая обстановка сложилась в микрорайоне Катюшки. Сюда и пришли активисты молодой гвардии, чтобы еще раз обратиться к людям с просьбой уважать себя, друг друга и труд тех, кто обустраивал и озеленял эти газоны. Если автовладелец оказывался рядом, то просили перепарковать свой автомобиль, если нет, то оставляли подборниками листовку с воззванием об уважении друг к другу. Всю эту церемонию тщательно протоколировал на свой фотоаппарат сотрудник в погонах. Как объяснил заместитель начальника территориального отдела номер 37 Государственного административно-технического надзора Московской области Павел Ремпель, это не фото на память, а вещественные доказательства, прикладываемые к квитанции с административным штрафом. Я на своем компьютере составляю письмо, и письмо, так называемое письмо счастья, уходит нарушителю с административным штрафом в одну тысячу рублей. До многих людей это доходит с первого раза. Если игнорировать штрафы, вынул бумажку, выкинул штраф, что будет? Это ничего страшного. Я повторный штраф высылаю, потом дальше высылаю, а затем уходит либо в мировой суд, а мировой суд вызывает неплательщика и удваивает сумму штрафа, согласно Кодексу административных правонарушений. Между тем... Есть два гражданина, у которых штрафов уже 10 тысяч и более. Закон предусматривает, что я подаю судебным приставам прошение о вынесении ими запрета на выезд гражданина за пределы страны. Объяснение вполне разумное. С хамством нужно бороться у себя на родине. Зачем выносить ссоры страны? А вот с незнанием автовладельцами знаководорожного движения борются сотрудники Лобнинского ОГИБДД. Ежедневно только из микрорайона Катюшки на штрафстоянку, что на Дмитровском шоссе, эвакуируется порядка пяти автомобилей. И получить свою машину обратно стоит куда дороже, чем платная стоянка, находящаяся в 100 метрах от микрорайона, и куда сложнее, чем дойти до бесплатной стоянки, которая находится в 300 метрах от микрорайона. Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания Лобня.